всем привет спасибо что заглянули в гости сегодня у меня будет заморозка различных ягод это конечно же не все ягоды которые я замораживала в зиму это просто для примера я сняла замораживаю чернику меня пол литра черники и где-то треть стакана сахара стакана 250 миллилитров ягоды я промыла но не давала чтобы полностью высохла черника оставила их так слегка влажными таким способом я замораживала и в пакетах и в контейнерах везде ягода получается рассыпчатая главное много туда не насыпать чтобы все это потом не смерзалась так сильно вот такую черничку которая каждая ягодка получается практически обвалена в сахар я своим детям постоянно добавляла в манную кашу только сварила кашу сразу же прям в эту горячую кашу добавляла нужное количество ягод черники все это перемешивала чуть-чуть остывала и начинал ребенок кушать ягодки маленькие они просто мгновенно размораживаются внутри уже становится тепленькие обязательно попробуйте так заморозьте заготовьте эти ягодки ягоды есть полезно всегда и всем черникой отлично подкрашивать какие-то муссы либо крема я готовила торт и крем чиз я была подкрасила ягодами черники соком черники натуральный краситель красиво и необычно практически все свои заготовки я маркирую потому что когда все это смерзает непонятно то ли здесь черника то ли черная смородина то ли виноград то ли еще какие-то ягоды а так у меня все подписано черника с сахаром такой рулон стикеров я покупала в магазине мир упаковки это обычные оценки для магазинов может быть кому-то будет полезно я замораживаю еще ежевику я ее хорошенечко промыла тоже бросила на дуршлаг для того чтобы максимально вода стекла но ягода осталась чуть влажной если замораживать ягоду без сахара то нужно подождать пока полностью ягодки высохнут можно разложить отдельно на подносе каждую ягодку я иногда просто все всыпаю в пакет но все это не прижимаю чтобы ягодки свободно там лежали сегодня я ежевику буду замораживать сахаром у меня четверть стакана сахара все стаканы у меня всегда на 250 миллилитров всыпаю сахар и все внутри теперь перемешиваю ежевика кстати тоже очень яркая ягода и ей хорошо будет подкрашивать крема или просто добавлять в десерты как украшение но я думаю была бы у нас ягода в морозилке мы найдем куда ее пристроить и отправляем в морозилку начала снимать видео уже какое-то время нарезала арбуз потом вспомнила что может быть и вам это будет полезно покупая большой арбуз он у нас частенько остается потом полежит доели не доели непонятно что с ним делать вот я решила заморозить я замораживала и дыню и арбуз несколько лет назад в сахарном сиропе но отошла от этой идеи мне она не очень понравилась дыня вообще после заморозки немного горчит поэтому она что в сахарном сиропе что обычно просто в заморозке как горчила так и горчит мне эта идея не понравилась тем более что действительно многовато сахара надо чтобы этот сахарный сироп приготовить много места занимает потому что это все в контейнер заливалась а так я просто нарезаю арбуз достает туда все семечки срезаю зеленую эту кожуру она мне не нужна смотрите по своей морозилке много места значит куски можно больше сделать если места совсем мало то значит делаем кусочки поменьше куда я буду добавлять в любые смузи а еще очень вкусно не давать арбузу вообще разморозится может быть на вилочку его наколоть погрызть как фруктовый лед замораживаете ли вы бахчевые и как каким способом и что потом из них готовите напишите это в комментариях потому что комментарии читают наверное практически все зрители я думаю что каждая хозяюшка для себя что-то возьмет на заметку если нет вакууматора то для того чтобы весь воздух максимально достать из пакета используем обычную коктейльную трубочку пакет закрываем на замочек оставляем небольшое отверстие туда вставляем трубочку и ртом втягиваем в себя весь воздух фруктами и овощами так вполне удобно проделать в этом году я замораживаю облепиху это очень полезная ценная ягода растет практически как сорняк везде где упала семечка ягоду я промыла отбросил на дуршлаг я хочу чтобы максимально стекла вода ягодка подсохла и не хочу чтобы она вся слепалась смерзалась потом в пакете очень вкусно эту ягоду добавлять в компот у меня нету конкретной рекомендации в какой именно компот я бросаю какие ягоды там варю я практически никогда не добавляю одну какую-то моно ягоду мне всегда ассортит так компот всегда намного ароматнее ягоду я засыпала в пакет а потом просто там ее всю внутри раздавила это мне ягода нужны будут такие раздавленные для чая в заварник я кладу веточки брусники чай черный и например вот эту ягоду очень вкусно и полезно я думаю что вы тоже наверное видели не один раз в меню в кафе в ресторанах предлагают зимой чай с облепихой почему бы нам его не сделать самим дома ну вот очередной пакетик облепихи у меня отправляются в морозилку посмотрите какие у меня сегодня красавицы сливы они просто громадная сливу я замораживала и целиком и разрезаю на две части половиночками без косточки удобно разрезать сливы вот таким вот ножиком зубчиками тогда и не давится слива не течет из нее лишний сок легко и просто быстро разрезать слив на две половинки сливу обрабатывают точно так же как и персик и нектарин разрезаю пополам вокруг косточки потом просто поворачиваю в одну сторону против часовой в другую по часовой стрелке достаю косточку и все готово и так быстренько я проделываю со всеми сливами сливы по вкусу очень напоминают нектарин это наверное какой-то гибрид возможно слива скрещена может быть с персиком не знаю но очень вкусные сливы те сливы которые я замораживаю целиком я их использую для компотов все равно потом эта вся мякоть остается на ситечке а вот эти сливы которые я разрезаю пополам которые замораживаю без косточки именно такие половинки очень удобно печь из них пирог если косточки сейчас не достать то потом мне не очень нравится идея если заморозить сливы целиком а потом подождать немножко пока они оттают все то же самое замороженные колобки эти разрезать на две части выковыривать оттуда косточку это не лучшая идея поэтому я вот так вот замораживаю и половинками и целой с косточкой не остается наклеить только стикеры и отправить в морозилку дальше я замораживаю виноград изабелла этот виноград в нашей местности растет на на практически у всех дачников кто-то из них делает вино я же его замораживаю для того чтобы варить потом компотики еще вареная варенье но к этому видео это не относится виноград я промыла отбросила на сито для того чтобы стекла вся лишняя водичка на веточки виноград и никогда не замораживаю очень быстро это все с ветки снимаются отрываются ягодки виноград немного руки закрашивать можно правда и перчатки надеть из такого винограда изабелла я чаще всего варю компот очень вкусная ароматная даже например если будем варить компот из яблок или из груш он всегда получается светлый добавляем например виноград изабелла он сразу становится ярким и кстати компоты всегда более ароматная и вкусная ассортим интересно что готовите из такого винограда вы подписываю теперь все на стикеры и отправляю в заморозку все ягоды хороши вкусны и полезны какие-то мы любим больше какие-то меньше но я думаю что замораживать и стоит все ягоды очень вкусно делать из них микс мне ягоды калины я их промыла хорошенечко обсушила они у меня обычно лежат стекают на дуршлаге замораживала я и без сахара просто они мне подсохли я их сыпала в пакет и все если надавить она в принципе рассыпается вся рассыпчатая такая калина ягода такая специфичная у нее такой наверное вкус и запах аромат не всем понравится но когда я варю компот 1 2 столовые ложки добавляю для разнообразия какие ягоды замораживаете вы замораживаете ли вы их таким же способом как я либо у вас какие-то другие способы есть в общем до встречи в комментариях буду благодарна вам если вы поделитесь ссылкой в любые соц сети со своими друзьями сами не забудьте нажмите на колокольчик так вы сразу будете узнавать о новых видео на моем канале всем до встречи пока пока